Рада видать вас, пятиклассники! В утре сегодня будет про казки. Казки проживем. По часу встречи мы сможем Вызначить отметности казок проживем, Дать характеристику персонажам Одной из казок под названием музыки, Убачить, что допомогает героям казки Переодолить жильцовые негоды. Безумовно, вы читали И ни одну казки проживем. И могли зауважить, Что наибольш популярными в сару таких казок З'являются казки про лесу и волка. Лиса там малюется, Як хлусливая, хитрая падмашица. Успомним хотяк, Як яна падмангая мужика, Прыкинувшися мёртвый, И крадя рыку с саней. Як падманам выганяя Зайца злубянуй хаты, Гэта указцы лиса и заяц. Як меняя густку на вешку, Овечки на ручках, Краде льот, Казка медведь и лиса. Усюды яна, лиса, Хитрая, Лисливая, Разважливая. Частым герой, З яким сутыкаются в казках лиса, З'является волк. Ём, У адрознения от лисы, Звучайно, Показывается дурным. Частым герой, Часто в казках проживёл Сустракайца медведь, Ём увасабляя Грубую силу, Володая улада Над иншими живёными. Заяц, Жара, Мышь, Дрозд Выступают в казках роли слабых. Яны выполняют допоможную роль, Нередкость находится на службе у так званых буйных живёв. А вось кот и пели выступают у казках у роли становчих героев. Яны допомагают покрылджену, яны верные дружбе. Вот мы с вами и вызначили одну с отметностей казах проживёв. Их героев выступают никто иншим, як живёны. Заяц,